Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 В общем, там, знаете, 98 фильмов, там рассказывать не перерассказывать Я просто тут тоже, чтобы не выйти за рамки временные Я, конечно, эти деятели от культуры, они, ну, вот за этим бетоном То есть я понимаю, что они совершенно не способны создать что-то новое, сравнимое с талантом советского прошлого Поэтому многие из них сейчас перепевают песни советские, переснимают фильмы советские, используют музыку советскую, мультфильмы советские. И даже сегодня уже начинают использовать цифровые копии известных, умерших, но любимых, так сказать, актеров советских. И знаю это не понаслышке, потому что на меня тоже выходили, мне предлагали деньги за разрешение создания такой цифровой копии моего отца Василия Макаровича Шукшина. Я отказалась, но вот читаю новость, что будет фильм, где одной из главных ролей будет сниматься Юрий Никулин. Ну, то есть родственники разрешения дали. Для меня это вопрос принципиальный, потому что я считаю, что эксплуатация образа известного человека в целях донесения какого-то чужого, а то и чуждого по ценностям содержания, это безнравственно и кощунственно. Еще об одном аспекте цифровизации культуры, которая усугубляет сегрегацию. Искусственный интеллект уже сегодня, вы знаете, уже пишет песни, музыку, статьи, сценарии, картины. Уже вот, как я сказала, играет вместо актеров, уже выбирает актеров на роли, отбирает, преподает школьникам, студентам. Это все фактически уничтожаются и выкидываются за черту бедности миллионы представителей творческой профессии, творческой интеллигенции. И, конечно, я считаю, что государству необходимо срочно, жестко брать вот эту цифровизацию культуры под свой жесткий контроль. И вообще основным критерием оценки деятельности творческих личностей, творческой личности, творческих коллективов должно быть не финансовый показатель, не количество денег, а конкретный вклад и польза для духовно-нравственного развития страны. Ну, да, я сейчас заканчиваю и считаю, что все это можно реализовать только при национализации культуры и телевидении. Кстати, опыт у нас замечательный. Спасибо большое. Сейчас, видите, мы уже попали. Можно я еще полсекундочки? Вот я, спасибо большое за эту поддержку. Я просто вот все, я заканчиваю. Я хочу сказать, что у нас опыт подобный, успешный опыт, он был, он есть у нас в истории. Это, помните, период троцкистского НЭПа, когда гнали чернуху, развлекуху, русофобию, оплевывали там русских, Россию прежних времен. Вот это все было. Вот эта вот культура находилась в том же, в таком же угнетенном состоянии. А в конце 20-х, в начале 30-х годов, благодаря политической воле Сталина и товарищей, вот эту ситуацию изменить удалось. И, собственно говоря, культура стала работать на пользу общества и государства, а не на извлечение прибыли. Вот все. Спасибо.